Честно, я не знаю, каким чудом я оказалась на сегодняшней конференции, ибо я не урбанист, не эколог, а филолог, и потому для меня и город текст, и мир текста, и вообще все тексты, и восприятие через какую-то культурную составляющую, наверное, превалирует. Я расскажу о том, что волнует меня и, наверное, многих, кто смотрит на наш город. Это арт-объекты, которых развелось в последнее время так много, что уже не знаешь, куда от них деваться, и уже не знаешь, арт это или не арт. Но об этом подробнее. И хотелось бы мне начать с эпиграфа. Если бы это было так, это бы еще ничего. Если бы, конечно, оно так и было. Но так это так, как не так, так оно и не так. Такова логика вещей. Это «Алиса в стране чудес» и «Льюис Кэрол». Однажды одна девочка, от скуки погнавшись за странного вида живым существом с длинными ушами и часами на цепочке, попала в страну полную чудес, парадоксов и каламбуров, навечно вписав имя профессора в математике, в железобетонный фундамент современной культурной парадигмы. И если бы Льюис Кэрол, создавший знаменитую Алису, был почитаем лишь в культурологии, литературе и, может быть, отчасти в математических науках, то в мире было бы гораздо меньше проблем. В том числе и с устройством городского пространства, которое, если еще не копирует страну чудес, то нелепостью и мешаниной стремится догнать яркую предшественницу. В том числе и по количеству арт-объектов, хотя о том, арт оно или не арт, судить стоит с большой осторожностью. Иваново город немаленький, однако до крупного мегаполиса все-таки не дотягивает, да и его купеческая провинциальная природа не дает предпосылок тому, чтобы полностью были уничтожены парки, скверы, широкие тротуары и площади. А если эти пространства сохраняются, то их можно от души наполнить фигурками, скамейками, памятниками, скульптурами, доведя и так неидеальную городскую среду до состояния полного сюрреализма. При этом разработчики не задумываются о том, что объект, который в проектном состоянии может выглядеть более или менее сносно, на деле приобретает нелепый характер, не только не украшая пространство, но и уродуя его. При этом объекты чаще всего располагаются неравномерно, одну часть города заполняя под завязку, а другую оставляя в скупом остатке. И не без грусти отметим, что за городскими пространствами водится грех стилистической неоднородности, чрезмерной пафосности и неуместности. Мы, конечно, не будем спорить, что украшать город необходимо, любое действие лучше, чем его отсутствие, а то, что одним кажется некрасивым, будет других полностью устраивать. В мире, который пережил постмодерн, допускается и приветствуется смешение вкусов, которое в итоге дает неуловимую гармонию. Но, может быть, при установке того или иного объекта стоит руководствовать чем-то иным, чем просто желанием отмыть деньги. Например, принимать во внимание критерии, которые регулируют расположение и функционирование арт-объекта в городской среде. Первый немаловажный критерий – это уместность. Его можно понимать достаточно широко, ведь для каждого это понятие индивидуально. Уместность подразумевает соответствие арт-объекта пространства с фактической и стилистической стороны, а также накладывает определенные рамки, не позволяющие бездумно размещать клумбу в виде женской обуви рядом со зданием университета. Конечно, мы не имеем ничего против цветов или туфель, но метафора слишком сложна для того, чтобы рядовой житель города смог его разгадать. Если это символ того, что Золушка потеряла туфельку не на балу, а при подаче документов в химико-технологический или медицинский университет, то слава толерантности, феминизму и другим крайностям информационной эпохи. Если же это намек на то, что плевать барышне на образование, путевка в жизнь выдается при наличии красивых ног, то не лучше было бы расположить эту скульптуру рядом со дворцом бракосочетаний. Примерно та же самая ситуация обстоит и с потерявшим голову поэти Сергея Есенина, который оказался зажат между горячим псом и недалеко стоящей церковью. И те, и другие мотивы в творчестве поэта, конечно, присутствуют, но соседство при этом крайне сомнительное. Таким образом, уместность жертвуется обыкновенному наличию свободного места, а бессмыслица превращается в метаметафору. Однако, если же мы в стране чудес, то, как бы сказала Алиса, если в мире все бессмысленно, то что мешает выдумать какой-нибудь смысл? Второй критерий – это соразмерность. Арт-объект должен соответствовать пространству, а пространству подходить арт-объекту. Если ландшафт позволяет, то можно уместить несколько объектов, но на достаточно большом расстоянии, чтобы сохранить уникальность каждого, подчеркнув тем самым и утилитарность, и уникальность. Но вмешать в пределы крошечного сквера деревья, в котором наполовину вырублены, до пяти арт-объектов – это не просто странно, это, по крайней мере, непрофессионально. Сердца, которые слишком большие по размеру для сквера, да и выглядят при этом как скелет древнего динозавра, да простят меня тираннозавры диплотоги за столь нелестные сравнения. Рядом надпись «ЛАВ» и еще ряд скамеек с лебедями, венделями и прочей свадебной атрибутикой овенчает все это колесо обозрения. Театральная площадь – часть скамеек с надписями тоже успела приобрести, но фонтан скрашивает абсурдность множественности. Если рассматривать каждый предмет отдельно, то он будет абсолютно уместен сам по себе, милая часть города, которая служит фоном для фотографий. Но чрезвычайная концентрация арта в одном сквере не украшает, а утяжеляет инфраструктуру. При этом мы не говорим о сквере, то есть природа должна выступать на первый план, но ее не видно из-за нерационального размещения спорных от объектов, которые задавили своей свадебной белизной всю набережную. И третий критерий, который также стоило бы учитывать – это логичность. Арт-объект является частью городской среды, украшает его и является смыслообразующим элементом. Вокруг него создается среда, позволяющая воспринимать тот или иной объект с точки зрения искусства. Но иногда объекты теряются, ибо расположены они нелогично. Перейдем простой пример – ладонь, из которой вырастает дерево, расположенное на проспекте Ленина. В своей основе у арт-объекта четкий, явно сформулированный посыл – лаконичное минималистическое исполнение. Но объект теряется на фоне конструктивистского дома корабля, который сам по себе тоже несет функцию арт-объекта, а также киоск и тренажерной площадки, и еще ряда, скажем так, спорных объектов. Один культурный слой начинает перекрывать другой, а сознание жителя дает предпочтение тому объекту, который больше по размеру. Или возьмем несчастного ежика в тумане, который стоит на улице Дзержинского, рядом со зданием, прошу прощения, Роспотребнадзора. Причина, по которой этот герой находится в данном месте, неизвестна, наверное, даже создателю. В итоге, как и в мультике, ежик один и без никого, и вряд ли доберется до медвежонка. И тогда возникает логичный вопрос, кому нужны арт-объекты, если их расположение лишает их приставки «арт». Да-да, Алиса, кому нужна голова без плечей. Но помимо того, что создателям арт-объектов необходимо тщательно продумывать место их расположения, жителям было бы неплохо научиться арт-объекты читать. Так как скоро наступает Новый год, то вспомним плачевную историю с авангардной елкой, которой на площади Ленина места так и не нашлось. Конечно, располагать авангардный арт-объект рядом с пролетарским противником авангардного искусства – сомнительное удовольствие. Но дело сейчас в другом. Жителей возмутило само наличие данной елки, но при этом мало кто разглядел конструктивистское соответствие стилистики города, оригинальность и смелость. «Елка закончила свою жизнь на помойке только из-за того, что мы не захотели сделать шаг в сторону от консервативных традиций. Так что вопрос относительно арта сложен с обеих сторон. И с точки зрения лиц – арт-производящих, и с точки зрения лиц – арт-потребляющих». Подводя итог, все же стоит отметить, что наличие арт-объектов – это безусловный плюс. Но вот работа с ними, вписывание в городскую среду и осмысление через призму философии и логики текстильной столицы – крайне неоднозначная. Но учитывая, что еще несколько лет назад в городе ничего не было, то все шероховатости можно списать на отсутствие опыта. Хотя нужен ли кому-нибудь опыт в стране чудес? «А где я могу найти кого-нибудь нормального?» «Нигде», – ответил кот. «Нормальных не бывает. Мы все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально». Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА